Белорусское общество Красного Креста и Белорусский Республиканский Союз Молодежи в связи с распространением коронавирусной инфекции совместными усилиями оказывают помощь на дому одиноким пожилым гражданам, инвалидам и тем, кто находится в самоизоляции. Помощь заключается в доставке необходимых продуктов питания, лекарственных средств и предметов первой необходимости. Но одним из ключевых моментов совместной работы является информационная и профилактическая работа. Координатором этой работы являются территориальные центры. У них горячая линия, они получают заявки, связываются с нашим координатором и координатор направляет туда волонтеров для оказания помощи. Поэтому мы, Белорусский Красный Крест, взяли на себя обязанности провести инструктаж. И кроме того, мы волонтеров своих будем, в общем, те, которые работают, команда БРСН и наши, мы будем их страховать от несчастных случаев. И снабжаем, да, обеспечиваем предметами индивидуальной защиты, дессредства выдаем, перчатки, маски. Во время проведения инструктажа все присутствующие соблюдают необходимые правила. Занятия проводят в масках и перчатках. А еще волонтеров собирают для обучения группами не больше пяти человек, чтобы была возможность сохранить дистанцию. Координатор Белорусского общества Красного Креста рассказывает о том, как нужно себя вести и что делать в любой ситуации. Не забывают напомнить и о том, что нужно постоянно следить за состоянием собственного здоровья, чтобы самому не стать жертвой и не навредить. И себе, и окружающим. Я не имела понятия, как общаться с пожилым человеком, как вообще с ним вести. Да и к тому же, в первую очередь, Красный Крест стабжает нас всеми необходимыми вещами, вроде перчаток, масок, антисептиков. И ты чувствуешь себя увереннее со всем этим. Благодаря работе горячей телефонной линии, которая была организована около месяца назад, помощь уже оказана сотням людей. И волонтеры продолжают помогать. Потому как в это нелегкое время, когда особенно нужно беречь себя, своих родных и верить в лучшее, быть добрее по отношению к окружающим и подавать им руку помощи, необходимо.